Четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж 4 часа. Если бы первый чертенок чертил вдвое быстрее, а второй вдвое медленнее, то им потребовалось бы столько же времени. А если бы, наоборот, первый чертенок чертил вдвое медленнее, а второй вдвое быстрее, то они управились бы за 2 часа 40 минут. За какое время начертили бы чертеж первые три чертенка без помощи четвертого? Я, кажется, длинное слово, поэтому давайте я его запитаю. Четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж 4 часа. Если бы первый чертенок чертил вдвое быстрее, а второй вдвое медленнее, то им потребовалось бы столько же времени. А если бы наоборот, первый чертенок чертил вдвое медленнее, а второй вдвое быстрее, то они управились бы за 2 часа 40 минут. За какое время начертили бы чертеж первые три чертенка без помощи четвертого? Всего было 4 часа, а было 4, а? Можно, но лучше не так. Смотрите, проще, понимая, что это 4 общие множители, просто написать, а плюс б плюс с плюс д равно 1 четверти. Сумма скоростей, да, а плюс б, не так пишется, б пишется так, как русский в. Так, плюс с плюс д это 1 четвертая. Очень хорошо. Следующий уровень. Давайте, я напомню, что там было написано. Если бы первый чертил вдвое быстрее, да. То есть это отлично. Отлично, отлично. 2а плюс половина б. Да, да, да. И третье уравнение. Если бы первый чертил вдвое медленнее, да, а второй вдвое быстрее, то что было бы? Что такое за 2 часа 40 минут быстро? Да, 2 часа 40 минут, это 2,2 третьих часа. Кстати, 2,2 третьих в виде обыкновенной дроби, это что? 8 третьих. 8 третьих. Когда 4 часа было, мы писали 1 четвертую. А когда они справятся за 8 третьих, что мы пишем? 2 третьих? Нет. 3 восьмого. 3 восьмого пишем. Мы единицу делим на 8 третьих. Вот. Вот она система. А плюс Б плюс С плюс Д это 1 четвертая. 2а плюс Б пополам плюс С плюс Д это тоже 1 четвертая. А пополам плюс 2б плюс С плюс Д и восьмых. Отлично. Что мы делаем дальше? Ну так как вы знаете, что этого решения не равны, это можно и все справятся. Можно, но не нужно. Подумайте, ребята. В вопросе задачи говорят, за какое время справились мы без помощи третьего. Вот так вот. Четвертого. Четвертого. Слушайте, а вы понимаете, что третья и четвертая это на самом деле не нужны с задачи? Разве нет? Вот там вот везде написано С плюс Д, С плюс Д, С плюс Д. На самом деле это некоторая такая общая личина, да? С плюс Д. Отдельно С и отдельно Д найти невозможно, а вот здесь есть С плюс Д. Поняли? И каким образом легко справиться с этой работой? Смотрите, совсем не сократить. Что сократить? С и Д просто зачеркнуть и добавить. И вместо них написать какую-то новую дуку. Можно, конечно, но давайте даже это не будем делать. И так понятно, С плюс Д это некий такой агрегат, да? Они как бы вместе ходят. Вот посмотрите, А и Б тоже в некотором смысле входит симметрично. То есть что разумно сделать для решения задачи? А плюс Б. С и Д нечить второй уровень? Нет. Наоборот. Еще раз. Они симметричны. Здесь все станет намного лучше, если вы сложите второе и третье. То есть будет 3а плюс Б плюс 2с. Нет, конечно. А два с половиной. Когда вы сложите двойку и одну вторую, получите 5 вторых. Пишите, пожалуйста. 5 вторых. Чего? А плюс 5 вторых. Б плюс 2 в случае, как С плюс Д. Ну или 2с плюс 2д. По вкусу, да. Неважно. Да, вот это вот. А чему это равно? 5 восьмых. А теперь посмотрите на верхнее уравнение. Даже давайте так. А давайте верхнее уравнение умножим на 5 вторых. Вот напишите так. 5 вторых А. На, 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 на. Высоко-высоко на нито. 5 вторых А. Плюс 5 вторых В. Плюс 5 вторых С плюс Д. Сколько? Напишите. Да, С плюс Д. Да, равно чему? 5 вторых умножить на одну четверть. Сколько было? А? 5 восьмых. Нет. 5 вторых умножить на одну четвертую. 5 восьмых. А теперь посмотрите на самый верхний и на самый нижний устрочек. Что? Ну, вычесть можно. Можно вычесть. И что у вас получится? Ну, просто, что мы считаем из этого, получается, это с этим сток. Что-что? Ну, 5 вторых и 5 вторых В. Мы сокращаем, получается, что мы считаем из этого вот это. Да, да, да. И что будет? А, ну, так. Одна вторая С и Д. Одна вторая суммы чисел С и Д. Напишите. Да, это все вполне репетит. С плюс Д пополам. С плюс Д пополам равно нулю. И значит, С и Д это что такое? Ну. Работа не бывает отрицательной. Считается, что чертятку двух не мешают. То есть, С равно Д равно нулю. С равно Д равно нулю. Отлично. А теперь понятно, за какое время справились бы чертяты без помощи одного или без помощи четвертого? За те же самые четыре часа, потому что он все равно ничего не чертил. Так же как это? Спасибо большое. Да. Спасибо. Отлично. Спасибо.